Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у нас! Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у нас! Светитель, очи наш, Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 11 августа. Страдание святой мученицы, сосанны девы и иных с ней мучеников. Царствами Деклетиана и Максимиана, по прозванию Геркула. В Риме жил пресвитер Гавини, родной брат папы римского, Гаия. Обладая хорошим знанием языческих философов и отлично изучив Святое Писание, Гавини по совету и настоянию своего брата написал много книг в опровержении языческих заблуждений. Оба они происходили из знатного рода, так что доводились роднюю царю Деклетиану. Последний, впрочем, не желал признавать своего родства с ними. Он презирал их за то, что они исповедовали христианскую веру. Деклетиан ненавидел ее и поэтому отрицался от своих родственников христиан. Пресвитер Гавини имел дочь по имени Сосанну. Он воспитал ее в истинно христианском духе, с малых лет внушив ей страх Божий. Вместе с тем он дал ей хорошее светское образование. Сосанна отличалась умом и телесной красотою, которую превосходила красота душевная. Она всем сердцем любила Господа Иисуса Христа и была Его верной и целомудренной рабой. Послыхав об уме и красоте Сосаны, Деклетиан захотел сделать ее женой, сыну своему Максимиану. Другие называют его Максимином. В действительности он не был сыном Деклетиана, а был усыновленным, как происходивший от его ближайших родственников. Сначала Деклетиан выдал за него свою дочь Валерию. После же ее смерти он захотел сочетать Максимиана браком, родственницей своей Сосанной. Этот Максимин имел другое имя – Валерии. И его нужно отличать от вышеупомянутого Максимиана, прозванного Геркулом. Деклетиан послал в Гавинии знатного мужа своего двоюродного брата Клавдия переговорить с ним о том, чтобы он отдал дочь свою Сосану за его сына Максимиана. Придя с этим поручением к Гавинию, Клавдий сказал, «Пресветлый царь наш Деклетиан послал меня к тебе с великой милостью и радостью. Он хочет разобновить родство с тобой через устройство брака твоей дочери. И какое благодеяние может быть для тебя большим, чем это новое прославление твоего рода через скромный союз с царским домом?» «Мы убоги и смиренно», – отвечал Гавинии, – «и при своем недостоинстве как можем называться родственниками царя?» Клавдий отвечал, «Разве ты и твой брат, епископ Гай, не сыновья сенатора Максимина, бывшего родственником дяди нашего, брату господина нашего царя Деклетиана?» «Это верно», – согласился Гавинии. «Однако обстоятельства последнего времени вынуждают сказать, что мы недостойны названия родственников царя». «Не отрисайся от твоего родства», – возразил Клавдий. «Вот наш господин царь повелевает отдать тебе за сына его, Максимина, свою дочь, об уме которой идет слух, что она обладает обширными знаниями в науках. И справедливо не разделяться ведьям, происходящим от одного корня. Этого желаем и мы, твои родственники. Думаю, что это доставит и тебе радость». Гавинии сказал, «Прошу дать мне время, чтобы узнать мнение самой дочери о своем предложении». На этом они расстались. По уходе Клавдий и Гавинии попросил прийти к нему в дом брата своего папу Гая, который жил недалеко. Когда пришел Гая, Гавинии рассказал ему, с каким поручением от царя приходил к нему Клавдий. Затем они позвали к себе Сосанну и сказали ей со слезами на глазах, «Сардиок Летюан прислал к нам родственника нашего Клавдия, передавая через него свое желание видеть тебя в супругу и сына своего Максимина». Блаженная Сосанна так отвечала на это отцу и дяде, «Куда исчезла теперь ваша мудрость?» «Поистине я не замечаю ее у вас. Если бы я не была такой христианкой, какой стала благодаря вашим наставлениям, тогда со мной действительно можно было бы говорить о том, о чем вы сейчас ведете речь. Теперь, зачем вы оскверняете ваши уши и уста, слушая нечестивые слова и передавая их мне, с той целью, чтобы я вышла замуж за нечестивого мучителя? Ведь вы сами безбоязненно отреклись от всякого родства с ним, из-за его нечестия, с которым не может мириться исповедуемая Ивана и святая христианская вера. «Но славости сильному Богу, даровавшему мне Дух, роду и святым его, отвергая через веру в Господа нашего Иисуса Христа это скверное супружество с пищестивцем, я сподоблюсь мученического венца. «Смотри, дочь моя, — сказал мой Таговине, — будь тверда в вере, которую сейчас обладаешь, чтобы соблюсти себя непостыдно перед Господом, и мы возрадуемся, видя плоть твоей веры, приносимой владыке Христу. Господа моя, — отвечала Сосана отцу твоему и дяде, — вы часто получали меня соблюдать верство ради Господа Иисуса Христа, и теперь в любви к Нему и страхе Его я так утвердилась, что не могу даже и помыслить о плотском супружестве. Отец, ну я только того буду любить, для того жить и на того надеяться, кому Ты сам навсегда поручил меня. Он, владыка, знает искренность моего сердца. Так как Ты вручена небесному жениху Христу Богу, то пребывай всегда в любви Его, соблюдая Его заповеди, — сказал святой Папа Гаи. Так оба святые служители Господни, узнав о добром намерении Сосанны, долго утверждали ее в ее благочестивом желании, исполняясь в то же время великой радостью, испортшей из глаз их невольные слезы умиления. Спустя три дня Клавдий, в сопровождении множества слуг, опять пришел в Гавинию. Оставив последних около дома, он сам вошел внутрь, где нашел и Папу Гаи. После обычных приветствий Клавдий сказал, — Для вас, честные отцы, небезызвестна та радостная причина, которая привела меня к вам. Хотя бы, — отвечал епископ Гаи, — не было такой причины, мы и так рады тебе, будучи родственниками друг к другу. Мы рады утешиться этим родственным свиданием и беседой друг с другом. — Вы знаете, — любезнейшие братья, — продолжал Клавдий, — что господин наш царь Деокретьяна выражает сильное желание вступить с вами в более тесное родство. — Я советую и прошу вас, исполните волю владеющего вселенной и тем утешите его. — Передай об этом желание царя моему господину и брату, епископу Гаию, — отвечал Гавини. — Наш доброжелательный царь, — обратился к Клавдии Гаию, — хочет взять в супруге своему сыну вашу дочь, а мою внучку. Ему известно об ее красоте, разуме и талантах. Мы, родственники, полагаем, что ничего не может быть почетнее того, чтобы род наш не только не отлучался от царской крови, но еще теснее соединился с нею. Через это он еще более возвысится и прославится. Так как епископ молчал, то на речь Клавдия отвечал Гавини, — позовем девицу и спросим саму ее. Тогда была поздно к ним святая Сосанна. В комнате не было никого из посторонних, сидели только они и трое. Увидав Сосанну, Клавдий прослезился от радости и любви и хотел, обнявши, приветствовать ее поцелуем. Она же воспротивилась этому и сказала, отвернувшись от него, — «Моему Господу Иисусу Христу известно, что уст рабыни его никогда не касались мужские уста. Не оскверняй их». «Я хотел поцеловать тебя как родственник, ведь ты мне внучья», — отвечал Клавдий. Святая Сосанна сказала на это. «Меня побуждает внушаться твоего поцелуя не какая-либо другая причина, а то обстоятельство, что твои уста осквернены идольскими жертвами». От этих слов святой Сосанны Клавдий точно почувствовал прикосновение к своему сердцу перста Божия, умилился и сказал, — «Что я должен сделать, чтобы очистить оскверны мои уста?» «Покайся и крестись во имя Отца и Сына и Святого Духа», — отвечала святая Сосанна. Тогда Клавдий обратился к епископу со словами, — «Очистите меня, ибо человек чистый через веру во Христа, выше служащего богам. Я принес им множество жертв, но не получил от них ничего, хотя и цари преклоняются перед ними». Увидав чудесное быстрое изменение, произведенное в Клавдии действием благодати Божией через слова непорочной дьявы, епископ Гайи сказал с радостью, — «Послушай меня, брат мой, я намерен дать тебе добрый совет. Ты пришел к нам, чтобы найти невесту сына твоему, господина. А Бог ищет тебя и хочет по молитвам этой девы спасти тебя, чтобы из нашего рода нашлись достойные Царствия Божия. Итак, веруй в Бога, кайся в пролитии крови святых мучеников и немедлю принятием святого крещения. Если я спросил Клавдии приму святое крещение, то очистятся ли все греховные скверны моего сердца? Без сомнения, только веруй от всего сердца, — отвечал святой Папа. «Слышал это, святая Сосанна припала к ногам своего дяди святого Гая со слезами. Умоляю тебя, господин мой, не отлагай ради Христа крещение Клавдии, спаси его душу». «Сначала убедимся, истинно ли он верует во Христа Бога», — сказал святой епископ. «Я искренно верую, — воскликнул Клавдии, — «только вы были прощены грехи мои, как обещаете вы мне». «Во имя всемогущего Господа Иисуса Христа, прощаются тебе все грехи твои», — отвечал Гаи. Клавдий пал на землю перед ногами святителя и взывал, посыпая прахом свою голову. «Господи Боже, свет предвечный, прости грехи мои, содеянные в неведении и неверии. Исполни мне твоей благодати, чтобы жена и дети мои познали, что ты один спасаешь уповающих на тебя». Когда святой Гаи огласил и наставив Клавдии, отпустил его домой. Потом Клавдий пришел ночью ко святому Гаи вместе с женой и двумя сыновьями, просял у него святого крещения. Не отлагая боли, епископ крестил их, при свитер Гавини был их восприемником. Когда Клавдий вышел из святой купели, то сказал, «Я видел свет, превосходящий, солнечный и осиявший меня во время крещения». После того крещения и миропомазания, епископ совершил святую литургию и приобщил крещенных божественных тайн, тела и крови Христовых. Все радовали собой и спаси своем. Супруге Клавдия имя было препедигно, а сыновей звали одного Александром, а другого Куфием. После крещения Клавдий начал продавать имение свое и раздавать его нищим. Для этого он разыскивал скрывавшихся по различным потаенным местам христиан, ходил также тайно по ночам в темнице. Всем, кого находил Клавдий, умывал ноги, целовал их, и восполнял нужду их щедрыми дарами, снабжая их на каждый день одеждой и пищей. При этом он непрестанно каялся во грехах, содеянных в предыдущую жизнь. Спустя некоторое время Диклетиан начал спрашивать о Клавдии, почему он не принес никакого известия, хотя был нарочно послан к Гавинию, чтобы узнать о согласии Сосана на брак с ее сыном. Цари доложили, что Клавдий болен. Когда он послал к нему, чтобы посетить больного, и расспросить о Сосане, его младшего брата Максима, занимавшего почетную должность при дворе, Максим нашел брата своего, одетым во властянистве, возносящим молитвы к Богу. Он пришел в ужас и сказал, «Брат мой возлюбленный, воспитавший меня с самого детства, что заставило тебя так изменить? Ты стал так бледен и худ? Если хочешь выслушать меня, я расскажу тебе о причине моей перемены», отвечал Клавдий. «Скажи мне, господин мой, о твоей болезни!» воскликнул Максим. «Я каюсь», — начал рассказывать Клавдий, «что повинуясь царям и, исполняя их приказания, убивал христиан, проливая таким образом неповинную кровь. Хотя я и делал это по неведению, следуя приказаниям царя, однако теперь сильно скорбливее раскаиваюсь в этом». «Что это ты говоришь, брат мой?» — спросил Максим. «Владыка наш царь Диаклетиан посылал тебя к брату нашему, Гавиде, чтобы ты сосватал дочь его сыну, чтобы узнать об этом я и послан к тебе, а ты говоришь что-то совершенно другое». «Я за этим и ходил, — сказал Клавдий, — к возлюбленной внучке нашей и видел ее. Она прекрасна как телом, так и душею. Она святая принудрая, уже невеста небесного царя Христа. Благодаря ей и я избавился от грехов моих». Но чтобы и тебе было известно о милосердии Божьем, которое хочет всем спасти всех, ности пойдем к брату нашему, присвителю говини, и ты увидишь свет вечный. «Все, что ты делишь, я сделаю», — отвечал Максим. В ту же ночь они пошли к воротам города, известных под именем Саварийских и находившихся у солистиевых палац. Когда говини сказали, что его братья Клавдий и Максим стоят около дома и желают войти к нему, то он-то часто спешил им навстречу и с радостью взвел их к себе. Прежде чем начать с ними беседу, Гавини встал на молитву. Он преклонил колено и склонил голову. Клавдий и Максим последовали его примеру. «Господи Божий, — говорил, молясь Гавини, — собирающий рассеянных и прибирающий на собранных, призри надела рук твоих, просвети всех верующих в тебя, свет истины и во веки веков». Все отвечали «Аминь». Восстал, что они обнимали и целовали друг друга. А Клавдий припал к ногам пресс-фитера, лабызая их. Видя это, Максим удивлялся и просил разрешения повидать с Асаной. Гавини велел ее позвать. Войдя к ним, она сначала поклонилась Богу, а потом, подойдя к отцу, сказала, «Благослови меня, Отче!» Пресситер же снова помолился ради пришествия Сосанны. «Да подастся нам мир от Господа нашего Иисуса Христа, который живет и царствует со Всесильным Богом Отцом во веки веков!» Сказал он. «Аминь!» — воскликнули все. Увидав святую Сосанну, исполненную смирение и целомудрие, Максим хотел целовать ее руку. Она же не дозволила этого. И в то время, как все они долго не могли удержать слез, вызванных родственной любовью, святому Гаию, жившему недалеко от устроенной им церкви, сказали, что братья его собрались все вместе. Он подумал, что их берут на мучения, и, желая первым из них испытать участь мученика, поспешил в дом Гавиния. Все увидали его, от неожиданности пришли в страх и поклонились ему до земли. «Мир вам!» — сказал он святой Гаией. «Мужайтесь своими Господа! Помолимся!» И начал молиться, говоря, «Господи Божий, Отец Господа нашего Иисуса Христа, пославший Его на спасение всех, желай изъять нас из тьмы мира сего и ввести в жизнь вечную. Утверди нас, рабов Твоих, в вере Твоей, ибо Ты царствуешь во веки веков. «Аминь!» — сказали присутствующие. Свящий епископ начал боговосновенную беседу. Все со вниманием слушали говоримые им слова Божие. Святая же Сосана слушала стоя, не желая сидеть при них. В то же время она тайно молилась. По окончании беседы епископ сказал Максиму, «Благодарим Тебя, брат, что Ты посетил нас. Я недостоин и пришел к Вам, чтобы целовать Ваши святые ноги, а что первоначально побудило меня идти к Вам, а ты сами хорошо знаете», — отвечал Максим. «Лыше скажи ты сам», — предложил ему святой Гаис. «Сардиоклетиан», — сказал Максим, «просит отдать Сосану за сыну его Максимиана». «Дело имеет уже Христа Небесного Жениха, данного ей Богом Отцом, и пусть будет тебе хорошо известно, что она уже не может выходить замуж», — ответил на это предложение епископ. «Все, что дает Бог, вечно», — сказал Максим. «Прими и ты жизнь вечную», — предложил ему папа. «Что же есть жизнь вечная?» — спросил он. «Та есть жизнь вечная, которую познал я», — вступил в беседу Клавдий. «Кого ты познал, того и я познать желаю», — обратился к нему Максим. «Но все-таки нам не следует удалять от родства с царем». «Мы убеждаем тебя», — возразил святой Гай, «веровать в Господа нашего Иисуса Христа, вечного Сына Божия. А видимая слава и честь земного царя временно, и родство с ним не приносит ничего». Все это вместе с кросковременной жизнью минует и погибнет. «Что же обещает нам Небесный Царь, Христос Бог наш, то вечно и необходимо, и достойно того, чтобы к Нему стремиться». Выслушав это, Максим умилился и с радостью дал согласие в приять святую веру. «Тебе известно, брат», — сказал епископ, — «что мы оставили все свое имение, и теперь ничего не ищем, кроме Господа нашего Иисуса Христа, которым мы живем и которым хвалимся». «Не медлите, господа мои», — воскликнул Максим, — «но поторопитесь сделать все, что считаете необходимым для моего спасения». Заповедав ему пост, епископ отпустил его домой. Удалившись, Максим сначала скрывал свою веру во Христа, хотя и горел любовью к Гавинию, Гаею и особенно к самому Господу Иисусу. Потом, при усилении в нем влези к Богу, он начал явно исповедовать имя Христова, придирая смерть. Но епископ и преститель советовали ему скрывать свою веру в продолжении пяти дней, пока не распродаст свое имение и не раздаст нищим. Максим повиновался им. Спустя пять дней он пришел к святому Гаею и, припав к его ногам, сказал, «Заклинаю тебя, Господин мой именем Христовым, просвети меня святым крещением, как просветил ты брата моего, Клавдия, в того самого времени, как ты наставил меня в учении Господа нашего Иисуса Христа. Сердце мое до того умилилось, что я не могу успокоиться, пока не примусь святого крещения». Епископ крестил его и, совершив святую литургию, приобщил божественных каин. Максим предывал у родственников своих христиан, воспевая с ними Богу и славе Его. В это время он окончательно распродал умение, которое он не мог продать и раздать в пять дней, и раздал нищим через верного друга своего, Фарсона, который был тайный христианин и впоследствии описал страдания этих святых мучеников, так как все совершалось на его глазах. По прошедшим 15 дней со времени посещения Максима Клавдия, Дед Христиан узнал, что оба они, а последние со всем своим семейством, и делали с христианами. Это очень его огорчило. Однако он вскрывал свою печаль, и своей супруге, царице Ирине, сказала только, что посылал Галине и желая сослакать дочь его сосану, сыну своему Максимиану. Услышав об этом, Ирина прославила Бога, она была тайная христианка, Аклорис сказала, делай, что внушает себе Бог. Не доверяя царису своей скорби, Дед Христиан призвал к себе военачальника Юлия, язычника и человека жестокого, и рассказал ему с печали, что возлюбленные родственники его, постные для обручения невесту сыну Максимиану, приняли христианство, несмотря на его запрещение. Все пренебрежающие царские повеления, сказал Юлий, хотя бы последние были несправедливы, должны подвергнуться смертной казни, твое же приказание было справедливо, и если они его нарушили, то тем более достойны смерти. Царь тотчас приказал Юлию послать воинов, чтобы взять всех, кроме епископа Гая, что и было исполнено. При Ситероговине с дочерью он велел сперечь в Кустадии. Максима же и Клавдия с женой и детьми послал в изгнание. Потом он велел сжечь их в городе Остиа, так называлось пристань близ Рима, бросить пепел в море. Так скончались цветы, удостоившие славного мученического венца. Пустя пятьдесят пять дней, Деклетиан велел супруги своей взять к себе Сосанну, чтобы склонить ее к браку с его сыном. Когда же святая Сосанна, находившаяся под стражей, увидала идущих за нею, то с глубоким сердечным вздохом и слезами сказала, обращаясь к Богу, «Господи, не оставь рабы Твоей!» Когда Сосанна взяли к Сосанне, то последняя поклонилась к ней прежде, чем она. Сосанна чтила в ней благодать Христову и целомудрия. Святая Сосанна упала перед Сосанне на землю, но она ласково подняла ее со словами, «Радуется о Тебе, Спаситель наш Христос!» Услышав иду с царицей имени Христова, святая Сосанна возрадовалась и сказала, «Благодарю Христа Бога, моего царствующего на всяком месте!» И обе они, царицы Ирины и святая Сосанна, радовались о Господе Боге с любовью, беседуя о нем. Они возносили к нему горячие молитвы, особенно же святая Сосанна. Следуя наставлениям отца, она непрестанно днём и ночью воспевала, благословляя Бога. Деклетян же в это время ждал надеясь, что Сосанна даст согласие на брак. После долгих ожиданий он послал за царицу и спросил ее, склонила ли она Сосанну на брак с его сыном, склоняется ли она на любовь Максимиана. Напрасен труд там, отвечала царица, где преследуется невозможная цель и не следует надеяться там, где не будет согласия. Я не замечаю Сосанне и следа таких мыслей и намерений, которые его позволяли думать, чтобы кто-либо мог ее каким-нибудь образом принудить к этому. Услышав это, Деклетян пришел в сильнейший гнев и дал позволение сыну своему Максимиану опозорить Сосанну, совершив над ней гнусное насилие, но не во дворце. Пусть отведет ее в дом отца ее и там обесчестит ее, повинуясь своей постыдной похоти. Света Сосана принуждена была оставить дворец, чтобы отправиться в дом свой. Отпуская святую Сосанну, Солиса с плачем говорила ей, «Избавившись в древности, рабу свою Сосанну, Данила 13, избавит и тебя, поможет тебе и дарует славное упокоение». Просившись, они расстались, рыдая. И расцветая Сосанна была приведена в свой дом двумя женщинами, она упала на землю в своей комнате. И здесь, с рыбанием и плачем, молилась избавителю своему Христу, чтобы он поспешил к ней на помощь. В ту же ночь пришел распаляемый скверный похоти сын царя Максимиан. Войдя тихонько в комнату, где молилась святая Сосанна, он увидел ладью ангела Божия, от которого исходило великое сияние. Но Максимиану напал сильный страх, не осмелившись подойти к святой Сосанне. Он поспешил как можно скорее домой, во дворец, где и рассказал о всем своему отцу. «Это не больше, как вошедство христиан», сказал Диакритян. И поставил одного из приближенных своих, Куртия, разузнать, что делается в доме Сосанны. Но и Куртий, как только вошел в дом, тотчас почувствовал сильный страх и в ужасе побежал к царю. В это время Диакритян вел споры с царисой относительно пришествия Христа и почитания богов. Будучи побежден, царица вспомнила Сосанне и сказал, «Почему ты не увеселала ее, видя ее красоту и ум, согласиться на брак с моим сыном?» «Она избрала себе лучшее», отвечала царица, «видя сын твой, сам говорил, что виден над ней неприступный свет». Царь созвучайно разгневался, приказав некому Македонию, резостному язычнику, отвечавшемуся жестокостью, идти к Сосанне и принудить ее не только посредством угроз, но и мучений, придало поклонству. Вместе с тем, Диакритян приказал делать это тайно, чтобы вы не осуждали царя за мучительство, говоря, что он не щадит даже родственников своих. Македоний пришел к святой Сосанне, захватив с собой маленького золотого идола, изображавшего бога Дия. Показывая его святой, он приказывал ей поклониться ему. Святая Сосанна думала на идола со словами, «Господи мой, Христе Иисусе, пусть не видит отчима из дьявольского орудия!» И тот час идол, находившийся в руках Македонии, взялся невидим, точно кто вырвал его. Македоний удивился и думал, что как-нибудь сама Святая Сосана похитила идола, и спрашивала его, и спрятала его. «Вижу, сказала, что ты любишь золото, так как украла идола из моих рук, и не могу не похвалить тебя за это. Думаю, что ты не взяла бы идола, если бы не любила его?» «Господь Бог мой», отвечала Святая Сосана, «послал ангела своего, который удалил идола из глаз моих, выбросив его вон из дома». Во время этих слов ее вошел слуга Македонии, докладывая, что идол выброшен из дома на дорогу. Придя сильную ярость Македонии своими руками разорвал одежду на Святой Сосане и начал без жалости бить ее палками. Святая же Сосанна взывала в это время, «Слава тебе, Господи!» «Принеси жертву богам», сказал Македоний. «Я сама себя приношу в жертву Господу моему», отвечала Святая. Македоний доложил царю о неизменном и твердом пребывании Сосаны в вере и о поругании ей идола. Харь приказал там же, в доме, убить ее мечом. И была усечена глава невесты Христовой, Святой Мученицы Сосане. Она отошла, веселясь и радуясь, светлый чертог небесного жениха своего. Узнав его биение, Святой Сосаны, Царица взяла ночью тесное тело Святой Мученицы и собрала кровь ее, пролитую на земле покровом со своей головы. Обвив толотном и мощеным ароматами, Царица положила тело ее в усыпальнице Святого Александра, где было погребено много мучеников. А кровь ее, собранную на головное покрывало, вложила в серебряный ковчег, который спрятал в своей комнате, где она обычно тайно молилась и днем, и ночью. Святой же Папа Гаи Хромина, где была пролита кровь Святой Мученица Сосана, осветил сверковь и совершал в ней божественную службу. Спустя немного времени пострадал Святой Преститер Гавини, и после него прияли нафилическую кончину Святой Гаи. Все они, как мученики, предстали Престолу Божию, славе Отца, Сына и Святого Духа, единого Бога в Троице. Ему же от нас добудет честь и слава, и ныне, и пресно, и во веки веков. Аминь. Святые мученики, поминаемые Сосаной, скончались в 295-296 году. Богу нашему слава, во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Субтитры создавал DimaTorzok